Ребят, всем доброе утро. Опоздали на поезд. Несмотря на то, что я предупреждал ребят, что надо выехать заранее, потому что поезд у нас был в 9.13. Соответственно, выезжать нужно хотя бы за час. Так как мы едем в Лондон, это другое государство, нужно таможенный контроль пройти, паспортный контроль. И за 10 минут до отправления поезда уже не пускают в сам поезд. Ну и что, скажешь свое порадание? Ну что, ждем через час следующий поезд. Это все? Да. Ступайте. Когда вы опаздываете на поезд, вам просто дают новые билеты, то есть не надо покупать их. Это очень клево. Отход по европейски. Роман, этот поезд скоростной. За 2 часа до Лондона из Парижа, как думаешь? Я думаю, что километры 250-300 будет. Завтра утром заходим на борт самого последнего, самого нового лайнера Celebrity Edge. Он самый современный, технологичный, очень красивый, большой. Мы стараемся вам все показать и рассказать максимально точно. Он сейчас пришел из Майами, из форта Лоутердейл, если быть точнее. Сделал трансатлантический круиз, пришел в Лондон и сейчас начинает курсировать по Европе. Мы первые, так сказать, кто будет ходить на нем по Европе. Вылезет туалет в скоростном поезде. Пеленальная, собственно говоря, умывайник. Я, ну не совсем чисто, но нормально, не воняет. Добро пожаловать в Лондон. Лондон is capital of Great Britain. Доучился в советской школе. Первым делом, чтобы изучать в уроках английского языка, это то, что Лондон это столица Великобритании. Сейчас, кстати, нас встретит подписчик и обещает нам показать Великобританию не туристическую. Куда мы идем? К Гарри Поттеру. Нет, мы идем к костюме, в которую он ходил. Вокзал называется King Cross и мы сейчас придем в то место, где Гарри Поттер проходил сквозь стену. Смотрите, какая здесь очередь, чтобы сфоткаться. Нас встретил Ярослав. У него своя компания ВИП-перевозки. В общем, если вы ВИП, ходите на Мерседесе по Лондону покататься, приезжать. Также у него туристическое агентство. Быстренько заселяемся в отеле, у нас есть сутки, а то, чтобы посмотреть Лондон. Я здесь второй раз и, честно говоря, ну я не понял этот город, не понимаю, почему люди здесь живут. Да, сколько здесь живешь? 9 лет. 9 лет. Что здесь люди делают 9 лет, то есть я не поразился гордым, но я здесь был один, без проводника. Настя, вообще первый раз. Рома, первый раз, да? Третий. Третий? Для меня Лондон тоже пока что неизвестный город, я его видел как бы внешне. Давай вначале, нравится или не нравится? В целом нравится. То есть первое ощущение, хотел бы жить. Не знаю, наверное, нет. Но, возможно, через сутки я буду думать иначе. Ну все, давай, поехали быстренько заселимся. Дождей нету тумана. Дождей так же, как в Москве, и часто в Москве, поэтому дождей так же. Осенью там неделя тумана. Как тебе идея вообще пришла в голову, перепоехать в Лондон? То есть что в Украине, у тебя же бизнес или что? Там все забрали в Украине. Вечером, пока я гулял на свадьбе, конфисковали машины. Капец. Без решения суда, без ничего. И пока я дома отсыпался после свадьбы, уже их продали на аукцион. Допустим, спринтер 18-местный стоил 170, по-моему, евро. Ну я судился с государством года 4, наверное. Выигрывал суды, но решение судов никто не исполнял. То есть ты к другу сюда поехал? Да, я друг встретил. Сказали, тебе надо в иммиграционную службу пойти и все это рассказать. Есть доказательства, что меня там преследовали в Украине? Да, есть. Через 2-3 дня я пошел в иммиграционную службу. Рассидел там целый день. Потом интервью 2 минуты. Потом назначили мне интервью длинное. С 9 утра до 6 вечера меня держали следователей, допрашивали. И пошло все. Через неделю я получил статус беженца. Работал на стройке, работал водителем в прокате машин, работал вип-водителем. Потом свою компанию открыл. Круто. Сейчас ударим вивку, да? Скажите, атмосферный, да? Реально крутой, да. Кого сейчас пираты оттуда вылезут, да? Это, собственно говоря, то, ради чего мы приехали. Сразу могу сказать первое отличие от московского гиннеса, который я пил. Когда его наливают, он градиентом идет. А здесь идет черный и белая пенка. Давайте. Как красиво сделайте. Давайте, ребята, за встречу. Покажешь ром пену? Капец, попробуй. Вот это кайф, ребята. Ты видел, что они с крабом сделали? Они его просто достали и положили туда, без шкуры. Вкусно? Запах огонь. Приятного аппетита. Если мы видим людей на улице, которые просят милостыню, то это что? Это не всегда бомжи, да? Это не всегда бомжи. Это или их стиль жизни, или лень сходить в социальную службу, получить жилье. Или здесь всем дают, да? Да, да, да. Ну, то есть надо быть гражданином Великобритании, резидентом Великобритании или гражданином Евросоюза без проблем. Есть такие люди, кто получают жилье от государства, потом его сдают, а сами живут в спальном мешке. Капец, и кайфует от этого. Да, реально таких людей в Лондоне нету, кто вот, не на что ему жить. Только если он нелегал, тогда да. А так нет таких британцев точно. Улица, на которой живут олигархи. Классно, что здесь все в одном стиле, нет никакой рекламы, ничего вывезли. А здесь реклама запрещена. Это называется private news. Это бывшая конюшня? Олигархи сейчас живут в конюшнях, да? Да, да. Очень дорогой район в Лондоне, называется Найс Бридж. Здесь живут мажоры, очень богатые люди, в основном русские и арабы. А также здесь находится православная церковь. Московский патриархат с русской епархией. Прозрак огонь, да, Рома? Сань, нырнешь? Да. Какая-то парки, давай. Здесь живет Дэвид Бэк. Вот здесь, вот этот, какой-то номер? Восьмой. Пожди постучимся. А наверху штор оторвано. А в одной комнате штор вообще нет. А, смотрите, его в гугле, он размазан, заблюдренный в гугле. Да, да, и спуск, видишь, туда вниз, вот. А у него горшки наверху, смотрите, он их скидывает, наверное, на прохожих. Ну что, друзья, как думаете, куда мы приехали на ужин? Место называется Мариванна. Мы были в Нью-Йорке в Мариванне и решили сходить в Лондоне. Это русская еда. Стаси с Ромой просто живут во Франции. Борща вы хотите? Борща. Вы нас притащили в Мариванну. Но на самом деле у них рейтинг очень хороший, поэтому должно быть вкусно. Пойдемте посмотрим. Что это происходит? Улица Тургенева. Не вижу в тебе никакой радости. Знаю мачеха, водит меня с белым светом. Яслав, спасибо тебе большое за встречу, за прием. Ты нам показал Лондон. В Лондоне ездят на правильных тачках. Смотрите, это Порш, Рейндж Ровер, Рейндж Ровер Спорт. И еще один Рейндж Ровер, Мерседес. Ну, это мы. Ну что, по домам? Домой. Ну что, всем доброго утра. Мирослав нас позвал куда-то на крутейший завтрак. Королевская семья получает часть налогов, но это в основном миф. Это не такая доля большая. Королеве имеет зарплату. Ну, как называют гиды, да? Королеве принадлежит, допустим, земля. Земля в Лондоне, она вот, мы сейчас едем по чьей-то земле. Вот, к примеру, район Вестминстер, он принадлежит Королеве. Все дома, которые находятся на этой земле, раз в год платят налог Королеве. Этот налог не маленький. Контракт на аренду земли, он заключается на 99 лет. То есть, самый старый контракт, которому там 98 лет, они платят по 9 фунтов в год Королеве. А новый контракт, там, десятки тысячи фунтов в серию. Потом есть у нас вот, как почта, есть почта России, у нас называется Royal Mail. 100% акций принадлежат Королеву. То есть, Королева живет за свой счет. Почувствуйте себя офисными работниками в городе Лондон. Мы идем вот в это здание, вот туда наверх. Неужели это настоящее растение? Ром, это все настоящее. Шикарное место, конечно. Заходишь и сразу вау-эффект. Удивляешься практически всему. Самое главное, что деревья на такой высоте и необычной. Они все в бомху. Что, аппетитно гуляли? Очень, очень, очень. Девочки, сейчас хочу угостить вашу ситуацию. Если вы придете сюда завтракать, не заказывайте себе English breakfast. Жирный микрон, жирные свиные сосиски, бобы. Вот заказывайте то, что Стаса себе заказала. Я себе в результате отдельно попросила салмона и авокадо. Ребят, место шикарное. А сейчас мы отправляемся в круиз. Да, на самом деле это находится в двух часах от Лондона. Поэтому нам надо срочно ехать, потому что если мы не приедем к этому времени, то придется догонять его в Португалию. Два часа мы прибыли в город Саус Хэмптон. Отсюда свой первый рейс совершил Титаник. Вот он наш, красавчик. Прям тут же забирают наши вещи. Мы зарегистрировались, как на самолете. Вы можете сделать это через приложение. Тогда вы не будете стоять в очередях. Побежали на круиз. Ура, нас пустили. На корабле 2600 человек и 200 человек обслуживающего персонала. Ну что, еще один шаг, и я на борту. Арт-объекты стоят из дерева, просто полигонально. Просто, смотри, какая мебель. Капец. Абсолютно новое что-то. То есть на лагерах на всех плюс-минус похоже. А здесь совсем другая логика. Расположение, лифтов, расположение всего, сцены. Так, смотрите, как... Быстрее, Рома. Дожди, Саша. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот это я понимаю. А вы все не открываете? Нет. Да ну нафиг. Спасибо, Саня, открыл балкон. Розеточки, смотри, какие есть. USB-зарядочки, интернациональные все. Ты видел когда-нибудь такие большие душевые на круизах? Смотри. Шампунь и гели. Рокально полноценное. Красивое зеркало. Умный дом просто, смотри. Зонт, Wi-Fi. Ребята, вот он номер. Та-дам. У нас видон-то покруче сегодня. Да. Настя пока не может разобраться, как она работает. У меня беленькая камера, у Насти черненькая. И посмотрим, кто из нас снимет лучший влог. Пока Саша снимает, Настя разбирается с камерой. Все, я снимаю. Договорились? Все, ребят, увидимся. Вы у меня, я у вас. Самое время вточить по бургеру. Легкий перекусил. Рома скромнее всех взял. Короче, ребята, 10 дней как впереди. Колбаски. Ром, будешь колбасу? Бежим. Ну что, новейшее казино. Здесь еще никто не играл практически, да? Народ уже он бабки меняет. Красава. Сегодня мы здесь зажжем. Кстати, пока мы не отправились, казино не имеет права работать. Вот она, вот она, рулеточка. Apple Store на борту. Настя, давайте iPhone гопим новый. Смотри, вот Настя хочет сейчас. Сколько стоит? Это в баксах цена. Как в американском App Store? Да. Это в галерее, где можно прислать свою карточку. Ты можешь карточку, и твои фотки находятся автоматически. Круто. На самом деле, очень технологичный лайнер. Просто интерьер здесь вообще топовый, я считаю. Просто тут дизайнеры интерьера, лучшие в мире, мне кажется, поработали на этом все. О, театр. И клуб. И клуб есть. Смотри, какой здесь клуб. Вау. Нихренасимый чувак. Смотри, лампы какие стоят. Это лучший корабль для блогеров ever, вообще. Только локации, да? Тут столько локаций для инсты. Я думаю, что каждый блогер должен побывать, если на круизе, то на этом. Кстати, ребят, если хотите купить круиз, или просто интересует вас посмотреть цены, направления, то я оставлю ссылочку в описании. Переходите и смотрите. Ощущение, что там в круизе старики ездят. Вот в такие как бы тоже есть взрослые люди, но чуваки здесь топовый. Да не, ребят, есть на самом деле студенческие круизы, но вам они и самим не понравятся, потому что там будут ноги полу прилипать от пива. Это более такой дешевый круиз. Да, если вы видите люкс, то блин. Люкс это для взрослых, это для уже людей, которые поняли жизнь. Которые уже понимают, как надо отдыхать. Как надо кайфовать. Прощай, Лондон. Какая джакузи. И вид. Вид на миллион. Федовая джакузи. Мне нравится, что здесь все в граффити, смотри. Это реально прям разбомбили. Чтобы стены не были просто белые, тут везде арт, короче, понял? Здесь граффити, скульптура, арт-объекты, какие-то стеклянные небольшие скульптуры, светильники дизайнерские. Мы с Ромой на спа не идем, мы идем в спортзал. Посмотреть, какой там фитнес. Только посмотреть, да, пока заниматься мы не готовы. Через пару дней. Надо хорошо поесть. О, Рома так обычно занимается. Все, пошли, Ром. Ты доказал, что ты убил врага. Так, 1800. Опа. Что еще происходит? Ребят, люблю казино. Я засунул 100 долларов, мне сейчас 89, и я попал на какой-то бонус. На какой, непонятно. Опять бонусная тема пошла. Ребят, классное казино. Вообще ничего не надо делать. Просто я нажал три раза, засунул 100 долларов, и вылетели какие-то бонусы. 141 бакс я выиграл. Нормально. А я 20 поставил, и 70 центов поставил. Мы только что оплатили all-inclusive премиум. Это значит, алкоголь, который стоит до 15 долларов. Включен чай, вода. Номер можно взять, бутылочку водички. Вот мы сейчас взяли, да? Да, можно взять кофе 6 долларов. Кофе, чай. Поэтому мы сейчас идем экспериментировать. Мы взяли... У нас есть 24 часа, чтобы принять финальное решение, оставляем ли мы премиум карточку. То есть ее можно сдать. Получается за 10 дней... 828 долларов. То есть 828 долларов? Это 64 тысячи рублей за 10 дней, 5-400 в день надо пробухивать. Да, Рома считает, что это очень дорого, я считаю, что это выгодно. Но смотри, это выгодно, если ты постоянно бухаешь. Но учитывая, что, смотри, мы будем выходить в Португалию, мы будем выходить в Испанию практически на целый день, гуляя вообще по стране. И там, возможно, что-то в барах брать, пить, да? То есть как бы возвращаться на корабль только вечером, за ужином там по бокалу... Да не, Рома, как раз это будет наше спасение, чтобы не бухать. Поэтому пойдем выпьем по пиву или по макалуну. И провоцирует. О чем сейчас сразу не пошли? Дельная пиццерия, вот с таким вот видом. То есть можно взять пиццу, там вот посидим, попьем, поедим, да? Уже. Носпел снять пиццу в миг. Идеальное место вот на корабле мы нашли. Здесь нет ветра, здесь корма корабля. И такое спокойствие блаженное, знаете. Хочется остановить время и подумать. Мы лишь сидим сейчас с Ромой, проекты обсуждаем разные. Придумывали классный проект, который вам расскажем. Короче, очень удобно, потому что через приложение можно понять, что открыто и куда можно пойти поесть. Потому что тут очень много ресторанов и фей-баров. И типа часть из них уже закрыта или откроется позже. И вот я, например, смотрю для Гран-Бистро. Сейчас открыто. Нам нужен ДЕК-4. ДЕК-4 можно спуститься один этаж вниз пешком. Мы стоим уже 3 часа, ЛИП-4. Можно ДЕК-14 поедем? Два. Мы пойдем на 14. Пойдемте на 14, там же Вью. Там же Вью, да. Там же Си. Ну, круизный фронер, как обычно, еще маленький лифт и тесный. Да. Смотри, какой лифт, здесь прям все написано. Как в Москва-Сити, я хочу сказать. Да, офигенно. Здесь можно просто танцевать, вот так. Таран. Не, 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 это 139. О, топчик, топчик. Я в окна, Ром. Поиграли немножко в рулетку. И теперь я показываю выигрыш. Ты спрятал это в карман. А сколько ты ставил? Давай начнем с этого. Я взял 300 долларов. Так. 440. 140 поднял, красава. Я уже расстроился, Саня, реально, блин. Ты убрал эти фишки в карман? Я всегда так делаю. Я всякое крупное выиграю, я их в карман просто убираю. Чтобы не видели, что у тебя только мелочь осталась, и сливали тебя, да? Ну вот, собственно, поиграли. Немножко подняли. Я могу так сказать. Сегодня я проиграл 40, а Саня выиграл 40. 80. 80. Таких, как я, больше, чем таких, как Саня. 100%. Таких, как Саня, мало очень. Всегда казино будет у вас выигрывать. Всегда. Саня. 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 Саня.